Закрепление позитивных тенденций в укреплении законности и правопорядка на Брещене. Такую характеристику прокуратура дает минувшему 2017 году. Работа, в том числе и профилактическая, проведенная совместно с иными правоохранительными органами, принесла результат. Сократилось общее количество преступлений. Активизирован надзор за исполнением законодательства о земле и борьбе с коррупцией. Приняты меры по организации взаимодействия между смежными ведомствами. Вместе с тем, определенные вопросы и проблемы имеют место быть. Прокуратура Брестской области в этом отношении по работе, по состоянию преступности выглядит довольно, я бы сказал, оптимистично. Снизилась преступность, в целом вся преступность. В то же время, ну, некоторые моменты настораживают, скажем, увеличилось количество убийств. Несколько, как мне представляется, как генеральному прокурору, несколько мы не то, что ослабили, но целенаправленная борьба, которая раньше велась с наркотиками, она чуть-чуть как бы на тормозах пошла. Вот такие вещи есть. На заседании были озвучены задачи на год наступивший. В частности, продолжится оптимизация структуры и деятельности ведомства, особенно в части искоренения формализма и бумажной волокиты. В числе приоритетных направлений – возмещение материального ущерба по всем видам дел. Я считаю, что на сегодня возмещение ущерба – это основополагающая вещь. Более того, я вам скажу, что, оптимизировав аппарат генеральной прокуратуры, я создал новое управление, новое подразделение, которое будет заниматься специально органами принудительного исполнения. Такая тема есть. Одна из важных тем заседания – неуставные отношения в вооруженных силах. Для предметного разговора на мероприятие были приглашены начальники и командиры воинских частей, место дислокации которых – Брестская область. Мы считали, что эта тема неуставные взаимоотношения, вроде как она канула в лету, что она уже ушла. Но вот печень, к сожалению, обратное подтвердили. И сейчас прокуроры нацелены особо на эту тему вместе с Министерством обороны. Серьезная профилактическая, а не только профилактическая, и оперативная работа будет проводиться.